Ребят, всем привет! Едем в очень классное место. Миланка заснула. Просто очень живописные места. Рядом с Батуми продается земля. Сейчас поедем ее посмотрим и вам покажем. Все, что растет в Аджаре, тут есть. Хурма. Хладенько. Как мармелад. Красота. Твой рот. Участок находится в 17 километрах от города. 7 километров от моря. Здесь есть все коммуникации. Есть газ, есть свет, есть вода. Заповедная зона. Гора Амкирала. Вот она. 2500 квадратных метров. Смотрите, здесь есть подъезд прям к участку. Солнце здесь вообще 360 градусов. Обзорная площадка. Здесь никакой тени не будет. С утра до вечера солнце заходит в море. Посмотрите, какой прям здесь ровный участок. Здесь особо не надо вкладывать много усилий. Здесь земля очень благородная. Бесплатная вода. И прямо на самом участке. Горная вода. Бамбуковая роща. А это все мандарины. Вот сад из мандарин. Мандарины, лимоны, хурма. Просто места потрясающие. И рядом с Батуми. Ребят, мы с Вахтангом едем и рассуждаем. Смотрите, какие мандариновые здесь деревья. Все, сейчас мандарины уже спеют. Уже все в мечтах купить себе землю. Вот сейчас мы едем к знакомым. Они продают эту землю. Хурма просто вообще. Мандарины везде. Вот мы уже подъезжаем. Такая, в принципе, дорожка. Вот нас уже встречает. И сейчас мы вам тут все покажем. Газифицированная. Видите, здесь везде у них газ есть. На участках. И вот прямо на сопке, как мы мечтаем. Подписывайтесь обязательно на канал, кто еще не подписался. Канал у нас о жизни в Батуми. О том, как мы здесь живем, работаем. И оказываем помощь людям, которые сюда хотят приехать. Познакомиться с Грузией, познакомиться с Батуми. Оказываем сейчас консультационные услуги еще и по Турции. И партнеры к нам постоянно обращаются. Сейчас будем проводить прямой эфир еще с Северным Кипром. Так как сейчас большая эмиграция идет. И люди хотят приобретать недвижимость. И в Грузии, и в Турции. И если есть такая возможность финансовая, конечно. Это мы вас можем проконсультировать и рассказать и плюсы, и минусы этих замечательных стран. В нашем управлении находятся студии, двухкомнатные и трехкомнатные панорамные номера с шикарным видом на море. Ортопедические матрасы размера King Size. Все номера укомплектованы бытовой техникой и всем необходимым для комфортной жизни. Апартаменты сдаются посуточно, но по договоренности можем сдать вам их и на долгий срок. Чтобы забронировать эти прекрасные апартаменты, пишите нам в WhatsApp. И если вы собственник апартамента в Orbi City, вы можете также договориться с нами о сотрудничестве. Не забывайте подписываться на канал, потому что из-за моих политических высказываний я попадаю в теневой бан. И вы мне очень поможете, если поставите прямо сейчас лайк, напишите какой-то комментарий в поддержку меня, нашего канала. Вот очень буду вам признательна. Гаваржава! Генадсвали! Гаваржава Генадсвали! Здравствуйте! Ну что, пойдем сейчас смотреть? Да, пойдем. Да? Что, будем продавать? Будем продавать? Конечно. Да? Мы уж с Вахтангом едем. Я говорю, блин, райская земля. Мы же тоже хотим купить. Да? Вот так. Это ночь. И ты сьяма, мы видим, что это ночь. Гаваржава! Погода просто осень шикарная в этом году, да? В прошлом году дождь был, а в этом прям это... Милана, как дела? Хорошо. В общем, ребят, сейчас мне сказали, что здесь, на этом участке, собиралась в советские времена, 30 тонн этого, 30 тонн мандарин, представляете, вот с этого участка собиралась. Смотрите, сейчас хурма, сейчас сезон хурмы, здесь вот она дозревает, еще ее сушат, как королек. Я первый раз, кстати, в Грузии попробовала королек. Водичка здесь у них есть, видите? Горная вода, бесплатная вода. А это камень, не понять, какого века она, наверное, да? Не знаю, это все. Очень древний, мне кажется, этот камень. Получается, где-то, наверное, да, два века назад молоть эту муку. Горная вода, чистая вода. Мы вообще в Грузии, вот 4 года я пью из-под крана воду. Вот эта гора идет, эта вода. Гора, с горы идет вода. Вот эта. Ребята, просто погода в этом году, ну, просто шикарнейшая. В прошлом году были дожди, а в этом году просто вот хозяйка. Хотите приехать в грузинскую семью? Мы вас можем сюда пригласить. Мы вот здесь вот стол вот ставим под вишней и накрываем настоящую грузинскую домашнюю кухню. Мам! Да? Да. Подожди, ей подняться надо сначала. Мандарину лопать. Смотрите, какая прелесть. Ну, просто. Горы. Здесь море еще видно. Что? Вот курму прямо вот так вот на дерево так срежем. А, да. Вот это уже. Это же королек? Не, королек. Курма? Курма такая. Для птиц зимний. Для птиц зимний? Это зимний. У нас почему-то его японский. Так оно уже спелое, можно есть. Конечно, можно есть. Прям мягенько. Спелее. Ммм, ребята, сладкое. Ммм. Просто сладость. Миланка, мандарины. Мандаринки собираются. Они еще кисленькие, но... Не, они сладкие. Уже сладкие? Сладкие. Слушайте, ну место вообще райское. Да, мама. Да. Может, не будем продавать? Что? Может, не будем продавать? Что? Землю. Землю? Если вы хотите, пожалуйста. Рядом будете. Бах. Я хочу таких соседей. Вот как заспели, слушай. Смотри, Вася. Это... Это... Вася. До конца февраля были на дереву это. Это птицы. Вкусно вам. Вася. Подожди, Вася. Как мармелад. Грузинский мармелад. Что может лучше этого быть? Сладкий? Красота. Какая красота. Вот уже цветет, да? Да. Смотрите. Мудшмала скоро зацветет. Это у нас сейчас ноябрь месяц. Посмотрите, сколько мандарин. Ветки прям гнутся от мандарин. Видите, сколько их? Вот ступеньки. Видите, как все ухожено? И мандариновый сад. Матерала? Вот это? Плачущая гора? О, видите? Посмотрите, полные ветки мандарин. Прям с ветки сок. Мандариновый сок. Есть такие ступенечки прям удобненькие. Вот это, получается, будут ваши соседи. Вот главный самый сосед. А вот это дерево. Что это? Это дерево конфет. Конфетное дерево. Конфетное дерево. Слушайте, я даже ела конфетное дерево. Конфетное дерево, да. Вот это называется в Грузии конфетное дерево. Я первый раз попробовала. Вот это удаляешь? Думала, что это сказка есть такая, да? Что есть на деревьях растут конфеты. А в Грузии действительно это не сказка, а явь. Видите, конфеты. Вот такой вкус шоколада. Майлана собирает урожай. Просто всё в мандаринах. Всё, ребят. Они вот ещё и зелёные. А тут просто посмотрите. Невероятно. И шоколад. Ветки просто до земли клонятся. Здесь приходит очень много грибов. Грибы ещё здесь есть? Да, сейчас уже время есть. Надо к вам приехать за грибами. Как красиво. И на ту сторону получается. И на ту сторону. Вид. У меня аж мурашки по коже. Я хочу такую землю. А тут, смотрите, ровное вообще участок. Ушали, да. Смотрите, солнце ничего не заслоняет. Солнце весь день солнечный. Встаёт, получается, из-за гор. И там море видно, если вверху. Ребят, вон там море. Вон оно прям. Вот до сюда идёт участок. Там ещё и орехи. Смотрите, какой ровный участок. Просто для стройки дома. Под стройки дома. И вот так встаёте, и вот море. Классное место. Очень красиво. Добытчица. Килограмм мандарин собрала, пока шла. Всем привет огромный. Из Батуми. Вы давно мечтаете о Грузии? Планируете путешествия? Мы можем помочь вам и стать вашими проводниками в самые интересные уголки Грузии. Василина и Вахтан приветствуют вас. С удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам Грузии. Мы являемся учредителями агентства бизнес-туризма и недвижимости в Батуми. Мы познакомим вас с грузинскими традициями, вкуснейшей кухней, отвезём высоко в горы, откуда открывается невероятный вид, от которого вас перехватит дыхание. Вы опьянеете от этой красоты и, конечно же, от грузинского домашнего вина. А потом мы поднимем самый главный тост за мир во всём мире. Будем много смеяться и плясать до упаду в национальных грузинских костюмах. И мы обещаем вам, что когда вы будете уезжать из Грузии, вы скажете, я обязательно сюда вернусь. А возможно, и захотите приобрести инвестиционную недвижимость или даже переехать в Грузию жить. Где центральная дорога? А, вот это заезд ничего. Вот, поднимем, прямо видно там. Так вот, дорога прям. И вот заезд. А вон центральный асфальт. Смотрите, буквально тут немножко вот этой дороги. Стадион у нас есть. Стадион даже есть. Смотрите, наверху стадион. Здесь ещё этот закопанный бассейн. Можно ещё один закопать для себя отдельно. Вода оттуда спускается и набирается для себя использовать. Закопанный бассейн? Да, ну вода собирается с гор туда вниз. И оттуда пользоваться можно. А, питьевая вода. Родниковая, считай, вода. Бах, ну место вообще огонь. Район, конечно, вообще классный. И недалеко от города. Сколько отсюда ехать? 16 километров всего. 16 всего километров, ребят. 16 километров от города. И вот просто 17. 17 километров до города. Сколько здесь квадратных метров участок? 2500. 2500 квадратных метров? На велосипеде можно ездить? и может купить иностранный переводом она все сельскохоз назначения но перевести можно переведем 3000 долларов это делается в течение месяца мы его слушайте и пьете раньше были же чайные плантации здесь вот этот дикий чай в этом году я сам четыре раза собрал я сам это вот эти верхние листочки собираются дать вот эти верхние листочки слушаться а вот и бишь а это такой должен вот самый хороший самый лучший чай из майский чай если так на два листа будешь собрать вот лимон пахнет еще пахнет смотрите у нас ноябрь а у нас цветут лимоны попробуй какой вкусный моё детство я знаю маленький этот мандарин и цитрус вот такие бились я помню и вот оба стороны мандары не били чай плантации чайные плантации были здесь раньше ребят земля очень плодородный плодородный где-то 85 когда давали там час не там павлионы я уже хочу дом построить 16 километров от батуми как на горе милана надо тут нам землю купить с миленом дедушка рядом нашего тренера миланкиного тренера по танцам и вот они захотели продать этот участок земли мы приехали но мы уже не хотим его продавать а здесь еще посмотрите что есть это же бамбуковая роща посмотрите как он часто растет бамбук просто бамбуковая роща посмотрите сколько его вот такой у нас середина практически ноября желтый зеленый милан и надо так нельзя собирать надо срезать надо срезать дочь но сейчас сколько тонн можно собрать да на этот поле он соберет где-то полтора около два а потом еще на тарасе еще другой миланка вот уже собрала целый вот здесь тоже водичка видите прям на самом участке горная вода вода это вода 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 есть газ есть дорога есть все есть и близко с городом смотри какие спелы большие причем мандарин такой не болеет есть черный мандарин ухаживают же да она уже насобиралась как он принесет все 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 не бантус вам как удобрение наоборот лучше нам сейчас сказал что здесь живут вот в этом даграм вот в этом доме живут русская семья да муж женой но уже три года уже три года три года возраст какой возраст где-то 5 лет меньше меня оба они женой они с одного из класса там первого класса вместе они закончили а потом где-то авиа инженерии там стали оба работали потом в россии с россию да они с ленинградом санкт-петербурга люди живут вот здесь купили дом и живут в общем соседи классные блин ребят у меня реально мурашки я хочу здесь привлекаем инвесторов в общем для стройки потому что здесь можно прям и для продажи для сдачи для аренды будем заниматься управления ну потому что вы сами видите какое место тут на воздухе можно на сваях поставить еще такие домики для сдачи и для жизни потому что ну рядом с городом и в таком раю жить с лимон апельсин мандарин хурму королек и инжир киви все срывать виноград просто утром выходишь во двор срываешь и кушаешь ну чем не рай земля действительно такая благодатная какой тут воздух очень красиво целое дерево просто сахарно нереально вот это инжир вот эта территория вот их не идет а это чья идет отсюда чья территория их территория вот это пропинка идет на бассейне или на внизу наверху идем то есть эти должны так оба рога до забор здесь поставить от их одеяне хранит забор не надо нас но хорошее отношение с ними нравится или тебе или его не нравится вот тогда сдали собор чтобы ничего нарушили илья илья амин и так и и амин вот она видите хачапури горяченький с печью уже кофе орешки с участка это все с участка гранат с участка мандарин шоколадные деревьев шоколадное дерево конфетное дерево многие даже не знают как я и не знала я там конфетное дерево на сладкое до грузии я думала что это есть такое это сказка есть такая что это конфеты на деревьях растут в общем ребят приглашаем вас такое прекрасное место накроем вам весь стол грузинскую супру так что пишите нам в директ у нас под каждым роликом есть наши телефоны с вахтангом обращайтесь мы вас привезем в такую красоту и покажем вам настоящее грузинское гостеприимство и грузинский калорий дару вот такой можно кстати у меня идея пришла что можно сюда вообще детей на лето привозить вот таких малышей здесь их будут кормить гулять с ними тут природа замечательная поэтому мамочки папочки которые хотят чтобы их дети были в безопасности в экологии можно здесь устраивать вообще такой детский пионерский лагерь смотрите виноград здесь какая-то старая черепица такой вот старенький дом это наш знакомый не выделали это наши которые а кто делал вино еще другой это виноград здесь это виноград здесь нравились нравилось компоте а потом действует или нет немножечко получится не крутой проект все что вы задумали вот в этом деле чтобы все получилось и других во всех делах все на пятерка получилось лагерь сделать лагерь сделаем здесь да детские у Алиски будет много друзей да вино какое хорошее шикарное да как я пила уже хорошее вино этот компотик посмотрите мы сидим под лавровишни и вот это варенье из этого дерева а хачапури вот этой хозяйки так цитрус это круглый год с зеленый листами так не падает там а вот это вино меняет только от этого чудесного хозяина я хочу налить чокнуться хотелось подожди ребят ну вот мы посидели так хорошо красивый вид в общем мы скоро вернемся да сейчас покажу вам еще вид отсюда вон смотрите закат солнышко заходит и вот такой вот вид а если выше дом будет еще лучше ну конечно корабль видно вам издалеке так что кто хочет с нами приехать и построить здесь дом вот мы будем все вместе мы вас ждем нам нужны только хорошие люди только для хороших людей да 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 вот мы 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 Продолжение следует...